высокий потенциал роста что такое высокий потенциал роста когда мы выбираем идею сдавайте себе вопрос где будет мой бизнес через 10 лет или если этим займусь где я буду через 10 лет если вы если вы не видите где будете через 10 лет лучше не займитесь этим кто понял пожалуйста лучше не займитесь этим потому что это пустотрата время возможно он сейчас хорошо знаете не будьте из такой категории людей что прямо сейчас капусту срывать многие знаете что мне говорят там лату вот полгода год нам надо успеть там сливки снимать ребята поднимите руку повторить бизнес это не казино поднимем руку держим бизнес это не обман это не хитрость бизнес решение проблема людей бизнес это служение это честность это справедливость это решение других решение проблем других людей за маленькие вознаграждения через бизнес надо выражать себя надо выражать себя через свой бизнес качественный сервис качественная услуга надо понимать что деньги нашем мире появляется откуда деньги откуда появляться нашей жизни обмен мы делим обмен правда мечтут отдаем миру взамен получаем деньги правильно обмен продукция либо что услуг мы что-то отдаем миру если не придете у кого-то деньги вот так заберете это воровство не надо делать так если у людей просто деньги берете это взятка это воровство это харам это не надо делать правильно поэтому мы берем деньги только в том случае если происходит обмен что-то мы отдаем взамен что-то получаем это как фермер что-то сажает что-то берет а чтобы обменять что-либо надо что-то производить надо либо что-то умеет делать либо что-то надо уметь например при маха сумеет как пострич кто-то умеет там что-то другой либо что-то надо отдавать продукт или что-то либо иметь либо уметь правили бы иметь это продукция либо умеет это делать теперь внимательно чтобы это производить чтобы это производить она откуда появляется она появляться в идее идея виде идея появляется, правильно? В виде идеи. А идея откуда появляется? Она в виде мыслей появится. Она же сам по себе идея вот такая, какая-то кругля же не пойдет. Он появится в виде мыслей в голове появляется, мы начинаем задуматься, а вот было бы здорово, если бы вот так сделал бы, если бы вот так мог бы, а так делать бы и так далее. А теперь, могут ли в голове обычного человека хорошие мысли появиться? Нет. В голове, например, скажем, бабника только мысли о девушке. В голове алкаша только водка. В голове вора, кого еще обмануть, кого еще обхитрить. Согласны? В голове, например, кто постоянно взятки берет, появится, кого еще поймать, чего-то взрат. В голове налоговика что появляется? Кого еще находить? Дай не корову. В голове гаишника, кто бы еще нарушал бы? Реально надо говорить. Конечно, мне пусть простить все эти люди, я не хочу кого-то обидеть. Я говорю в большинстве ситуации. Теперь, внимание, а теперь, внимание, вот эти мысли от чего зависят? Оказывается, она зависит от возможности, вот масштаб мышления, другими словами, насколько в уме человек есть умственная энергия. Внимание, что такое умственная энергия? Умственная энергия – это сила, которая дано в сознании человека. В каждом человеке есть мощность его сознания. Например, внимание, как физическая энергия есть у каждого, но кто-то поднимает 5 кг, кто-то 20 кг, если пойдем в тренажерный зал. Поэтому кто-то может масштабно думать больше, потому что у него скорость мышления, быстро соображает, потому что скорость мышления быстрее. Кто-то может больше ответственность брать. Например, кому-то дайте 10 тысяч долларов, скажите, до завтра принеси сюда, он боится уже. Он приживает, он очень боится. Согласны? Люди очень боятся денег, потому что он никогда это не видел, ему очень тяжело, представить даже трудно. Поэтому масштаб сознания – это такой. Умственная энергия. Внимание, обратите. Вот мысли зависят от умственной что? Энергии. Это похоже, как физическая энергия. Теперь, умственная энергия, чем человек положительно мыслит, чем человек положительно думает. Позитивно мыслит. Он постоянно работает над собой, много читает, находится рядом с умными людьми. У него больше умственная энергия. Кто из вас заметил? Вот у меня вопрос к вам. У кого из вас бывало такое, что вы прочитали какую-то книгу, у вас внутри такая уверенность выросла, что первую неделю вы были вообще как гигант. У вас было ощущение, все, теперь я так делаю, так, все, поменяю, все, хватит. В конце концов, надо что-то изменить. И все, начали планировать, сидеть, думать, ходить, разговаривать, придешь, у тебя много энергии. Вы это заметили? Очень много энергии, неустойчиво делаешь. Бывало такое? Или посещал тренинг, после тренинга пошел и начинаешь делать у тебя, трудоспособность как-то растет и так далее. Заметили? Это зависит от умственной энергии, потому что у тебя негативные мысли стали меньше, лентяне стали меньше, плохое стало меньше, позитивнее выросло. Поэтому у тебя создательная энергия больше. Меня люди спрашивают, да, Влад, вы как работаете вот так вот? Я говорю, потому что у меня в голове очень много мыслей, которые меня направляют. Другими словами, внимание, ваше тело, ваш мозг имеет связь между собой. Либо мозг подчиняется вашим телом. Тело говорит, давай поспи еще чуть-чуть, потом пойдешь. Заметили? Тело говорит, ну и ладно, хватит, зачем, все равно умрем. И мозг начинает подчиняться в теле. Когда мозг начинает подчиняться в теле, плод начинает управлять разумом, человек станет тупой. Извините меня за грубость, но это так. Человек потихонечку станет лентяй, человек потихонечку не задумается. И ключ и телевизор сидит, валяется. Правда, руку поднимем по второму зону. Хочешь стать миллионером? Занимайся торговлей. Занимайся производством. Хочешь стать миллиардером? Создавай активы. Найдите одного миллиардера, который просто не создавая ничего, миллиардером стал. Нету. Просто нету. Они все что-то создавали. И всех их, их особенность, они что-то создавали, то что у других нету. Согласны? Создавай. Это классно. Знаете, иногда масштаб сознания роль играет. Мы сейчас еще вернемся к этому. Масштаб сознания что говорит? Якобы я не могу. Якобы те люди, которые создали что-то, они умнее. Да кто так сказал-то? А вы знаете, когда вы встречаешься с ними, они такие, точно такие, как ты. Не сказать, что они умнее. Один к одному такие. Понимаете, если вы принесете судьбу другого, трудности, сложности, зарабатывая на это, на горы других, Боже спасти, это богатство у вас испытание. Знаете, что написано у нас в Коране? Там же говорится, что кого-то из вас мы испытываем богатством, кого-то из вас испытываем болезнью, кого-то нужда. Так же? Кого-то из вас испытываем властями и так далее, и так далее. Так же? Кому-то испытываем потеря детей. И внимание обратите. Боже спасти, если у тебя испытание богатствами. Поэтому, если вы видите кого-то, что он богатый стал, не думайте, что его Бог давал. А вдруг это испытание? А я вам скажу, что является показателем. Хотите знать? Посмотрите, на что он тратит это богатство. Вот на что он потратит это богатство. Вы сразу поймете, это награда или это испытание. Есть люди, которые, знаете, у них уже туалеты подзолоточные уже. Как будто же обижаются. А соседи или братья, сёстры у них очень сильно нуждаются. Есть такие люди, знаете? У них настолько гордин и эго все такое, что они о-о-о. У них ручка уже золотая дома. Все там, но чтобы кому-то под рукой помощь давать, у них даже, понимаете, у них даже мысли нету об этом. Таких тоже есть. Вот это и есть испытание. А вот на что человек тратит богатство, посмотрите на него. Или сразу увидите. Есть несколько видов проблем, которые я заметил, что во всех бизнесах существуют. Самые первые – это кадровые проблемы. Кадровые проблемы. Люди, оказывается, специалисты, свой бизнес знают, но они не умеют строить систему работы с людьми, где люди могли бы работать. Возможно, они работали где-то, где была построена система. Построена система, работать совсем другое, а строить систему совсем другое. Но, поверьте, это правда, создавать систему – это очень нелегко. Вот что, оказывается. И самое главное, категория людей, которые создают систему, и категория людей, которые управляют системой – это тоже разные люди. Это абсолютно разные люди. Один и тот же не могут. Например, не каждый водитель должен строить машину. Черт побери, надо это понимать. Вот это безупречное исполнение в период кризиса очень важно, чем никогда. Сейчас откладывать на потом нельзя. Говорят, что завтра сделают, теперь уже нельзя. Это время уже другое. Сейчас надо исполнять, исполнять, исполнять. Вот здесь скорость исполнения в два раза должно быть быстрее, чем обычные мирные времена. Скорость исполнения. Если вы читаете, что не хватает вам энергии, не хватает вам силы, я вам скажу, вот что надо делать. Рано ложитесь спать, утром рано вставайте, у вас будет много силы. Пожалуйста, читайте много книг, у вас будет много силы. Почитайте свои цели, у вас будет много энергии и силы, чтобы внедрять то, что вы делаете. Не смотрите телевизоры, не слушайте необычных людей, новостей не послушайте, только думайте о бизнесе. У вас будет сила. Все то, что заберет у вас сила, заберет у вас сила, это что? Это разговор других людей. Болтовни, они отвлекают вас от цели. Умственные достижения человеку дают большую силу. Малейшие результаты, которые у вас получаются. Каждый вечер введите книгу успеха. Пишите от 10, хотя бы от 5 до 10 пунктов, что я сегодня сделал, чтобы приближаться к своей цели. Вы заполняете этот тетрад каждый вечер. Ребята, я это делаю уже более 15 лет. Каждый вечер я заполняю тетрад от 5 до 10 пунктов, от 5 до 10 пунктов, что я сделал сегодня, чтобы приближаться к цели. Даже это будет просто. Даже если я читал какую-то книжку, поговорил с сотрудником, я его пишу. А вы знаете, это развивает уверенность. У вас будет энергия, сила. Вам надо быть в потоке энергии, позитивного настроя. Кто из вас умеет зарабатывать миллион долларов? Честное слово. Умеет зарабатывать миллион долларов. Серьезно, подождите, интересный вопрос. Я спросил, кто умеет зарабатывать миллион долларов? Стоп. Значит так. Знаете, что происходит сейчас в вашем мозге? Вашем мозге что говорит? Он исходит из вашего прошлого. Вашем мозге говорит о том, что раньше было или не было. Дорогие мои, все умеете это делать, просто пока этому не научились. Абсолютно все умеете это делать. Только нужно, чтобы наш мозг это понял. Например, хорошо, кто умеет заработать один доллар? Видите? Вы не сомневались. Вы заметили, что вы легко, ну что это такое, я же каждый день зарабатываю. Легко поднимали руку. Согласны? Внимание, внимание, секрет. Я хочу, чтобы вот этот секрет уловили. Внимание. Вы умеете заработать один доллар, правда? И вы знаете, вы в этом сомневаетесь? Нет. Вы ловите, какое ощущение у вас внутри. Ловите, какое состояние в вашем сознании находится, когда вы убеждены, что именно так и по-другому иначе. Ловите, ловите, какое внутреннее у вас состояние. Абсолютно, стопроцентно, возможно, тысячепроцентно уверенность. Так? Вы уверены, что это на самом деле так? И по-другому, ну как это, я спокойно зарабатываю. Такое состояние, согласны? Теперь внимание. То есть вы можете спокойно, не сомневаюсь, без ничего. Когда-то мы слышите, значит, один доллар вы зарабатываете, правильно? Есть хорошая новость. Супер новость. Просто что надо делать? Я в тот день говорил, что надо научиться, что ты хорошо умеешь делать, и его просто увеличивать. Я так сказал? Вот то, что умеешь делать, его надо что делать? Увеличивать. Смотрите, если вы умеете зарабатывать один доллар, просто миллион раз его надо повторить. Вот этого миллион раз надо повторить. У вас будет сколько денег? У кого в голове шелкнул или еще не шелкнул? Спасибо. Субтитры подогнали Симон. Субтитры создавал DimaTorzok